Ну, друзья, я хочу вам рассказать на самом деле очень яркую, красивую тему, которая относится, если так вот широко говорить, к комбинаторной геометрии. Комбинаторная геометрия – это такая большая наука, на самом деле тоже совершенно настоящая, очень серьезная, и если пытаться здесь доказывать совсем глубокие результаты, то это будет похлеще любого базиса Грёбнера, но, наверное, я постараюсь все-таки максимально элементарно излагать эту наук хотя бы первую половину лекции, потому что если вы загнетесь сразу, то вы сбежите на перерыве и не узнаете действительно интересных вещей. А действительно интересные вещи, наверное, все-таки будут ближе к концу, потому что будут совсем такие яркие и продвинутые результаты. Я буду рассказывать о задаче, которую поставил практически в 1933 году такой замечательный математик, которого звали Борсук. Математик замечательный, а имя такое, ну, в общем, тоже замечательное, то есть оно действительно означает Борсук, но читается Борсук, и очень забавно, когда пишешь научную какую-нибудь статью, посвященную проблеме Борсука, и потом тебе не очень грамотные редакторы звонят из журнала и говорят, вот, знаете, к нам тут поступила ваша статья, проблема Борсука. Вроде так, в общем, довольно забавно. Ну, действительно означает фамилия Борсук, ничего такого удивительного, хотя Борсук по-русски пишется через А. Ну, вот он польского происхождения, математик, собственно, в Польше и прожил всю жизнь, но поскольку родился в 1905 году, то родился фактически на территории Российской империи. Вот, значит, давайте, прежде чем я струмирую задачу в какой-либо общности, я постепенно вас просто подведу к какой-то понятной всем постановке. Вот, давайте рассмотрим обычную плоскость. Все же присутствующие, я думаю, знают, что такое плоскость, да? Вопросов никаких не должно возникать. В математике плоскость принято обозначать вот таким вот символом, не знаю, кто-то, наверное, встречал, кто-то, может, не видел, но вот эта вот двойка, она указывает просто на то, что плоскость, она у нас двумерная, и вот это вот R, это то, что у нас все, если угодно, координаты, вещественные числа. Ну, не важно, в общем, рассматриваем обычную плоскость. И на этой плоскости рассматриваем какое-то множество точек. Давайте его обозначим F. F – это просто какое-то множество точек. Ну, какие вы себе можете представить, измыслить множество точек на плоскости? Наверное, вы можете себе представить кучу разных множеств, правда? Множества бывают вообще очень сложно устроены. Ну, давайте так, чтобы не очень заморачиваться какими-то сложностями, связанными с устройством множества, представлять себе две, по сути, ситуации. Во-первых, F может быть просто конечным множеством точек на плоскости. Может быть, что F – конечное множество точек. Тогда все совсем просто. Конечное множество точек может себе представить, наверное, даже первоклассник. Ну, что просто натыкли некоторое количество точек, 10, 20, 100. Вот они стоят на плоскости, и получилось множество F. С другой стороны, можно представлять себе какую-нибудь осязаемую фигуру на плоскости. Но что такое фигура? Каждый там в меру своего разумения, конечно, себе представит, да? Бывают какие-то круги, да? Вот круг – это вполне себе фигура на плоскости. Бывают какие-нибудь треугольники, скажем. Треугольники – это тоже, конечно, фигура на плоскости. Ну, можно рисовать что-то совершенно ужасное. Какую-нибудь такую вот бяку. Вот такую вот бяку. Сейчас я буду долго рисовать. О, какая бяка. Еще пойди пойми, как она вообще выглядит. Но надо закрасить. Я старался сделать так, чтобы она все-таки закрашивалась более-менее. Тогда у нас получается вполне себе осмысленная фигура. Ну, то есть, в общем, представляете себе какие-то такие множества, которые вы способны себе представить. Ладно? Вот каждый в меру своего разумения. Вообще на плоскости бывают ужасно сложные множества. Они могут быть так устроены, что вы даже себе представить не можете. Но это тема совершенно отдельного рассказа. И в данном случае, когда мы хотим разбираться с проблемой Борсука, в общем, не так важно, как устроены вообще произвольные фигуры. Давайте считать, что фигуры какие-то вполне осмысленные, представимые. Ну, хорошо. Так. Давайте теперь подумаем, а что, естественно, назвать словом диаметр. Коль скоро речь идет о множестве точек на плоскости. Вот что такое диаметр множества f? Что, естественнее всего, было бы заложить в это понятие. Ну, наверное, надо плясать от того объекта, от той фигуры, для которой все вы знаете, что такое диаметр. Правда же? Вот она здесь нарисована, она называется круг. И удивительно. Просто потрясающе. Что такое диаметр? Все, конечно, присутствующие знают. Это просто удвоенный радиус. Но что это такое по сути? По сути, на самом деле, это максимальное расстояние, которое может быть достигнуто между точками этой фигуры, между точками круга. Расстояний больше, чем обычный диаметр, в круге, конечно, не бывает. С этим все согласны, да? Отлично. Ну, вот давайте диаметром произвольной фигуры или произвольного множества точек на плоскости считать просто максимальное расстояние между точками внутри вот этого множества f. Это максимальное расстояние, которое может быть достигнуто между точками вот этого вера. Тут есть некоторый небольшой обман. Небольшой-небольшой. Если никто его не заметит, то и ладно. Давайте считать, что определение ядово. Ну, потому что обман настолько тонкий, что, мне кажется, мы больше ненужного времени потратим на то, чтобы с ним как-то расквитаться. Если вы считаете, что сейчас определение ясно, то, в общем, и слава богу. Ну, вот, наверное, в этой ужасной фигуре, что такое диаметр, понять трудно, да? Ну, почему, собственно говоря? Ну, где-то вот так вот он достигается, где-то есть максимальное расстояние. В общем, понятно, что более-менее для любой фигуры понятие диаметра определенно достаточно корректное. Ну, давайте диаметр обозначать все-таки вот так вот латинскими символами diam f. Это и есть тот диаметр, который мы сейчас определили. Максимальное расстояние между точками. А вот давайте еще обсудим один вопрос. А вы вообще умеете считать расстояние между точками? Ну, наверное, умеете. Вот, давайте, например, если у нас есть две точки. Одна х с черточкой и с координатами х1, х2, в какой-то там прямомольной системе координат, и есть другая точка у с координатами у1, у2. Можно даже нарисовать точкой х, вот точкой у. Как померить расстояние, длину вот этого отрезка? Что надо сделать? Корень квадратный. Корень квадратный из чего? Из разданной. Из разданной. Сумма квадратов разности, строго говоря. Давайте обозначать расстояние вот так вот. Модуль х-у, вот такая вот запись, это просто обозначение для расстояния. И оно действительно в соответствии просто с теоремой Пифагора вычисляется как корень из суммы квадратов разности и координат. Корень из суммы квадратов разности и координат. То есть, имея на руках координаты каждой точки, мы, конечно, можем посчитать расстояние между любыми двумя из них и вычислить максимум. Вот это будет диамет. Я просто напомнил известную школьную форму. Конечно. Теорема Пифагора. Так. Что же все-таки за задачу ставил Борсак? Ну, обычно я это объясняю так. Представьте себе, что наша фигура F это такой торт, вообще говоря, неправильный фунт. Ну, у этого торта есть какой-то диаметр. Но и у вашего рта тоже есть диаметр. И вот вы, как жадный человек, хотите сожрать этот торт как можно быстрее. Но понимаете, что вы его тем быстрее сожрете, чем меньше вы сможете сделать из этого торта отдельных кусков, каждый из которых пролезет к вам в рот. Таким образом, задача развить, разрезать вот эту фигуру, вот этот торт, на как можно меньшее количество кусков, частей, так, чтобы диаметр каждой части был соответствующим вашему рту. Вот. Ну, математически эта задача ставится так. Давайте красивые картинки сотрем. Математически задача ставится следующим образом. Дана вот эта фигура. Мы хотим нашу фигуру представить в виде объединения своих частей, кусков, в каком-то там количестве. И при этом нам хочется, чтобы вот это M было как можно меньше, а диаметр каждого куска был строго меньше, чем диаметр сходного множества. Мы хотим представить F в виде объединения своих частей, так, чтобы диаметр F1 был меньше, чем диаметр F. Диаметр F2 тоже был бы меньше, чем диаметр F. Тоже был бы меньше, чем диаметр F. И при этом хочется, чтобы M было как можно меньше. Тогда мы сумеем сожрать наш торт очень быстро. Чем меньше M, тем за меньшее число, укусов, что ли, клатков вы этот торт скушаете. Ну хорошо, давайте обсудим для разных фигур, чему равняется, чему может равняться вот эта величина M. Ну, например, давайте возьмем квадрат со стороной единицы. Возьмем квадрат со стороной единицы. Во-первых, какой у него диаметр? Один. Нет. Корень из двух. Максимальное расстояние достигается, конечно, между диагональными точками. И вот это вот расстояние равняется корню из двойки. Оно и есть диаметр нашего квадрата. Следующий вопрос на понимание происходящего. Насколько маленьким можно взять M для вот такой фигуры? Единица. То есть можно фигуру разбить на одну часть меньшего диаметра? Ну как, мы же хотим, чтобы диаметр части был строго меньше диаметра всего множества. Наверное, все-таки одна часть – это просто весь квадрат. У него диаметр такой же, как у него самого. Это тавтология. Две. Две, правильно. А как надо разрезать? Нет, вот если мы разрежем по диагонали, то ничего не получится, потому что в каждой части будет как раз эта диагональ. На два прямоугольника. Нет, конечно, надо вот так вот разрезать, на два прямоугольника. Вот если разрезать на два прямоугольника, вот одна часть, а вот вторая часть, тогда диаметр каждой такой части, он достигается опять же на диагонали. Но понятно, что длина этой диагонали меньше, чем длина диагонали всего квадрата. Согласны? Вот. Значит, для вот этой фигуры m равняется квадрате. Квадрат можно разбить на две части меньшего диаметра. Причем так сильно меньше. А вот интересно, что... А, вот, такой вопрос. А бывают ли множества, которые на две части разбить нельзя? Например, бывают ли множества, которые требуют для своего разбиения трех частей? Ну, наверное, бывают, раз я такой вопрос задаю, так, по крайней мере, кажется, да? Но, наверное, надо придумать какое-нибудь множество. Не придумывается ни у кого скоро. Есть очень простой пример, он укладывается, между прочим, даже вот в эту совсем банальную ситуацию, когда мы рассматриваем конечные множества точек. Круг. Ну, с кругом, знаете, сложно, конечно, разбираться, но про круг я согласен, да. Про круг я, в принципе, согласен. Ну, давайте я действительно рисую картинку с кругом, чтобы вам тоже было как-то понятно и интересно, кругом. Ну, более-менее очевидно, что круг разбить на две части меньшего диаметра нельзя. Однако, это, конечно, надо доказывать. Если доказывать это строго, тогда уйдет много лишних усилий. Ну, посмотрите внимательно, как разбить круг на две части меньшего диаметра. Это как не разбиваясь, все время будет где-то диаметр оставаться. Так, на пальцах, да? А, хорошо, а на три части его можно разбить? А как? На сектора, да. Самый естественный способ, это то, что называется значок Мерседеса. Взять и вот так вот под углом 120 градусов провести три радиуса. Последовательно под углом 120 градусов. Понятно, что диаметр каждой такой части, он один и тот же, и он достигается просто вот на этих концах. Чему он равен? Радиусу. Нет, он равен не радиусу. А, я понял. Я понял. Нет, он равен не радиусу. Не радиусу. Давайте, во-первых, считать, что радиус это одна вторая, но чтобы диаметр круга был равен единице. Тем не менее, чего эта штука равна? Она не равна радиусу. Здесь 120 градусов, а не 60. Если бы здесь было 60 градусов, да, тогда вы были бы правы. Но здесь 120 градусов, теорему косинусов, знаете? Нет? Нет еще. Ну ладно, ну зачем нам теорему косинусов? Мы можем по-другому посчитать, наверное. Он равен корень из трех пополам. Конечно, эта величина меньше, чем не делится. Это что-то типа 0, 8, 6, 6 и так далее. Ну понятно же, что вот это вот расстояние меньше, чем длина всего диаметра. Но это понятно, просто из картинки. Что вот эта величина меньше вот этой величины, это вроде как не вопрос. Поэтому мы действительно сумели разбить на три части меньшего диаметра. Но это такое действительно разрезание торта на обычные дольки. На обычные дольки. Ну, дальше я могу вам задать вопрос, а как вы думаете, а бывают ли множества на плоскости, которые и на три части разбить нельзя? Но на этот вопрос вы уже, скорее всего, не ответите. Потому что на самом деле таких множеств не бывает. Любое множество точек на плоскости, любой торт неправильной формы, можно таки разрезать на три куска, диаметр каждого из которых меньше, чем диаметр всего множества. Это можно сделать. Значит, друзья мои, смотрите, я вообще могу это сейчас просто аккуратно доказать. В случае, когда рассматриваются только конечные множества точек на плоскости, готовы ли вы поднапрячься и послушать соответствующее доказательство? Я думаю, что готовы, потому что иначе у меня в лекции просто будут одни голосновные утверждения, а одни есть хорошо. А индукция математическая, вы знаете, что такое? Нет. Тогда я, похоже, ничего здесь не докажу. Ну, я могу рассказать, конечно, так, на пальцах. Ну, ладно, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, ну, ладно, ну что ж поделать, нет? Нет. Конечно, конечно, конечно. Надо внести знания в массы, да? Сейчас попробуем. Сейчас попробуем объяснить. Ну, смотри, я думаю, что принцип вы поймёте. Так вот, без каких-то обоснований. Принцип-то очень простой. Принцип будет очень простой. Давайте будем просто действовать, доказывая наше утверждение. А вы поймёте, почему наше действие действительно правомощное. Ничего страшного. Заодно узнаете, что такое индукция. Тут, по-моему, только полезно. Всё хорошо, да. Так, давайте я сформулирую теорему всё-таки. Прямо явно сформулирую то утверждение, которое мне хочется сейчас обосновать. Значит, утверждение такое, пусть R конечное множество точек на плоскости. на плоскости. Тогда его можно разбить. Его можно разбить на три части меньшего диаметра. На три части меньшего диаметра. Ну, это такое пафосное утверждение. Сходу совершенно непонятно, почему это так. То есть мы знаем, что есть множество, которое на две части разбить нельзя. А вот оказывается, что на три части уже можно разбить любое множество. Вот это надо как-то сейчас доказать. Ну, давайте доказывать, хорошо. Давайте обозначим обозначим буквой N количество точек в множестве R. Оно же конечное. Значит, оно имеет ну, сколько-то элементов. Вот это количество элементов мы обозначим N. Это понятно. Просто обозначим. Ну, давайте адресуем картину. Есть такое множество, состоящее из N точек. S2, S3 и так далее. Где-то там еще расположены X. Я не могу всем рисовать, потому что N это неопределенное число. Ну, вот, есть множество из каких-то N точек. Теперь смотрите. Ну, что такое диаметр в этом множестве? Это понятно. Это какие-то две точки отстоят друг от друга на максимальное расстояние. А может, еще какие-то две точки отстоят друг от друга на максимальное расстояние. Еще какие-то две точки. Давайте каждые две точки, которые отстоят друг от друга на максимальное расстояние, соединять отрезки. Представим себе, что вот эти точки удалены максимально, практика того множества, друг от друга. Давайте их соединим отрезком. Ну, предположим, что еще какие-то две точки максимально удалены друг от друга, их тоже соединим отрезком. Еще какая-то низ точка, допустим, вот такая вот, и тут тоже возникает отрезок, длина которого равна диаметру всего множества. Понятно, да? Или не очень? А что непонятно? Сейчас, вот некоторые мотают головой отрицательно. А что непонятно? Ну, взяли какие-то точки, ну, давайте я нарисую совершенно явный пример. Ну, вот, например, взяли три точки, почему непонятно-то, взяли три точки, х1, х2, х3, х1, х2, х3, вот пусть у нас n равняется 3, взяли точки х1, х2, х3, представим себе, что расстояние между ними, попарное расстояние, равны единице. Тогда что будет диаметром такого множества точек? Расстояние между х1 и х2 равно расстояние между х2 и х3, равно расстоянию между х1 и х3 и равно единице. Вот, допустим, что такая ситуация имеет место. Тогда понятно ведь, что является диаметром этого множества точек, да? Итак, диаметр это просто единица, потому что максимальное расстояние между ними. Диаметр это единица. Вот, я говорю, давайте каждые две точки, которые отстоят друг от друга на расстоянии, равные диаметру, в данном случае на единицу, соединим отрезком. То есть, в данном случае мы нарисуем треугольник вот такой. Ну, давайте возьмем какой-нибудь другой пример. Скажем, вот у нас есть точки, которые расположены в вершинах квадрата со стороны 1. Х3, х4. Возьмем четыре точки, которые расположены в вершинах квадрата со стороны 1. То есть, мы знаем, что вот это расстояние равно единице, вот это равно единице, вот это 1 и вот это 1. Вот эти четыре расстояния, мы знаем, они все равны единице. Тогда, давайте сообразим, где нам нужно сейчас провести отрезки. Совершенно верно, х2, х4 и х1, х3. Потому что расстояние между этими точками имеет величину корень из двойки, и они служат диаметрами нашего множества. Вот у нас получилась такая картинка. Есть четыре точки, и они крест-накрест соединены такими отрезками. Ну и вот так делаем в общем случае. То есть, мы берем какое-то множество точек, вычисляем его диаметр, а потом берем все возможные пары точек, расстояние между которыми как раз равняется этому диаметру. И между такими парами точек проводим, соответственно, отрезки длины равной диаметру. Так, поднимите честную руку, кто сейчас понял, что я сделал. Так, конструкция организована. Ну, отлично, отлично, отлично. Так, а вы слышали когда-нибудь слово граф? Тоже, наверное, не слышали, да? Не слышали. Граф. Граф. Слышали такое слово? Граф. Вот это получился граф. Не князь, не герцог. У него есть вершины, есть ревом, вот эти отрезочки. Такая конструкция называется граф. Вот такой совершенно классический объект. Что-то мы построили такую штуку, в ней n точек, и сколько-то вот таких вот отрезочков. А как вы думаете, может быть этих отрезочков много? Да? Ну, вот смотрите, например, если у нас три точки, то таких отрезков может быть прямо три, да? А вот если четыре точки, я сейчас сформулирую некое общее утверждение, которое будет на самом деле обозначать, что этих отрезков вообще-то очень немного. Много их быть не может. Сейчас мы это аккуратно сформулируем. Картинки можно стереть. И даже вот ту картинку можно стереть, но она пока не мешает. Смомогательное утверждение звучит так. Если в F n элементах, ну то есть n точек на плоскости, да? Если мы расставили n точек на плоскости, то отрезков, которые мы проведем, вот этих самых диаметрах, которые мы проведем, не больше, чем n. Вот если у нас есть n точек на плоскости, и мы соединяем только те из них отрезков, расстояние между которыми максимально, только те расстояния между которыми максимально, то таких отрезков будет не больше, чем n. Ну, я сейчас буду доказывать как-то. Пока вы в это просто поверите. Вы мне скажите, а вот вы понимаете, почему это мало? Наверное, нет. Наверное, не очень понятно, почему n это мало. Потому что мы на каждую точку совсем остаемся. Ну да, то есть, давайте я поясню, почему это мало. Вот смотрите, теоретически, если у нас есть n каких-то точек, сколько могло бы, в принципе, между ними быть отрезков, если мы вообще все по парламенту точки начинаем соединять? Вот так, вот так, вот так, там еще как-то так, так и так далее. Вот сколько может быть отрезков, когда у нас есть n точек? Нет, нет. Хорошо, давайте так, вот если у нас есть 3 точки, отрезков действительно 3. А если у нас 4 точки? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А если у нас 5 точек? Давайте 5 точек нарисуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Правильно? Смотрите, уже на 5 точках. Теоретически могло бы быть 10 отрезков. Два n, говорите? Цель за руку. Вот, кто-то знает. Так, давайте я еще 6 нарисую до кучки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, так, чего еще бывает? Тринадцать, четырнадцать, а где пятнадцать? Я потерял. Нет, должно быть пятнадцать, все правильно. Где? Вот откуда куда? Что-то я не вижу. Где? Правая точка и верхняя левая. Верхняя левая. А, все, вот эту вот диагональку пропустил. Да, спасибо. Все, пятнадцать. Видите, уже на шести точках могло бы теоретически быть 15 отрезков, да? Это уже больше, чем 2n. Ну, то есть, когда количество точек растет, отрезков, которые попарно их соединяют, теоретически может быть больше, чем 2n. Если еще побольше взять, вы увидите, что их может быть больше, чем 3n. А наше утверждение говорит о том, что если мы проводим только те отрезки, которые имеют максимальную длину в этом множестве точек, то тогда их точка не больше, чем n. Это довольно существенное ограничение. Осталось только утверждение, которое мы хотим доказать. Вот, смотрите, сейчас я вам буду доказывать то, что называется с помощью математической индукции. Доказательство по индукции. И сейчас прямо вы поймете, чего я хочу сделать. Давайте сначала это утверждение докажем для каких-нибудь конкретных значений n. Ну, смотрите, пусть n равно 1. Тогда сколько может быть таких отрезков, если точка только одна? Тогда точка на плоскости. Ноль, конечно. Тогда отрезков ноль. Очевидно. Ну, то есть наше утверждение при n равном 1 точно верно. Количество отрезков не больше, чем n. Ноль, он, конечно, меньше единицы. Все в порядке, да? Для n равного 1 утверждение доказано. Ну, давайте нам еще парочку таких ситуаций, просто чтобы понять, как жизнь устроена. Пусть n равняется 2. Тогда сколько может быть отрезков, если n равно 2? Ну, может быть, 1 обязательно есть, правда же, да? Да, 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 да. Тогда отрезков 1. Тогда отрезков в точкости 1. Если две точки, то они как раз и реализуют диаметр, понятное дело. Значит, отрезков в точкости 1. Ну, опять, 1 отрезок, это меньше, чем 2 точки. То есть, снова наше утверждение выполнилось, причем с запасом, с некоторым запасом прочности. Видите, я здесь пишу меньше либо равно, а пока в суд у нас получается строго меньше, да? Ну, хорошо, если n равняется тройке, давайте еще обсудим эту ситуацию. Тогда? Не больше трех. Трех. Не больше трех. Ну, не больше трех, да. То есть, если мы нарисуем точки, которые служат вершинами правильного треугольника, тогда, конечно, там три диаметра. А если мы нарисуем какие-нибудь вот такие вот три точки, тогда диаметры вот. А здесь диаметра нету. Понимаете? Вот здесь диаметра нет. То есть, теоретически, может быть и два отрезка. Ну, уж точно не больше трех. Тогда отрезков точно не больше трех. Тогда отрезков точно не больше трех. То есть смотрите, и при n равном единице, и при n равном двойке, и при n равном тройке наше утверждение выполнено справедливо. А нам-то хочется доказать для всех это. Понятно, что из справедливости утверждения для каких-то трех значений n, вообще говоря, никак не следует его справедливость для всех значений n. Но мы сейчас применим такой хитрый трех. Смотрите, сейчас я вам напишу. Здесь некоторое логическое рассуждение. Предположим, давайте я так скажу. Предположим, мы научились выводить справедливость нашего утверждения для n равного k плюс 1. Из его же справедливости, из его же справедливости для n равного k при любом k. Мы пока этого не сделали, мы просто предполагаем, что нам такое чудо удалось совершить. Смотрите, вот что здесь написано. Еще раз, внимательно вдумайтесь в то, что здесь написано. Предположим, вы научились выводить справедливость нашего утверждения при n равном k из его же справедливости при n равном k плюс 1. Из его же справедливости при n равном k. Вот скажите мне, согласны ли вы, что в этом случае мы докажем таки наше утверждение для всех n? Вот это и называется индукцией. Все, на самом деле все очень просто. Смотрите, мы же доказали наше утверждение при n равном 1, 2 и 3. Если сейчас мы для каждого k из k сможем вывести k плюс 1, то это будет означать, что в частности из 3 мы можем вывести 4, из 4 можем вывести 5, из 5 6 и так далее. И это будет означать, что мы доказали утверждение всегда. Понятно? Ну поднимите руку, кому понятно. Отлично, я верю, что я немножко вам объяснил принцип математической индукции. Но для нашей конкретной задачи нам еще надо, собственно, вот это вот как-то провернуть, да? Ну давайте это проворачивать. Итак, что нам надо сделать? Если мы хотим провернуть вот эту вот операцию перехода от справедливости при n равном k к справедливости при n равном k плюс 1, то, наверное, что мы должны сделать? Мы должны предположить, что такие наши утверждения справедливы при n равном k. Правильно? И из этого вывести k плюс 1. Итак, давайте предположим, что при n равном k утверждение доказано. Утверждение доказано. То есть, действительно, если у нас есть k точек на плоскости, то и отрезков максимальной длины среди них не больше, чем k. Это мы предполагаем, и из этого мы хотим вывести, что то же самое верно при n равном k плюс 1. Вы меня простите за многократный повтор, но поскольку вы не знаете индукции, то, по-моему, лучше повторить много мыслей. Тогда будет висеть. Итак, мы предположили, что при n равном k утверждение доказано. А хотим доказать при n равном k плюс 1. Давайте рассмотрим n равное k плюс 1. То есть, возьмем произвольные точки x1 и так далее, xk плюс 1. Правильно? Возьмем произвольные точки x1 и так далее, xk плюс 1. И в очередной раз я повторяю, что наша цель убедиться в том, что среди них не больше, чем k плюс 1 отрезок. Правильно? Успеваете? Это наша цель. А пока мы их просто взяли и зафиксили. Хорошо? Так, ну, давайте опять же нарисуем какую-нибудь просто условную картинку. x1, x2, x3 и так далее, xk плюс 1. Ну, как-то они там расположены на плотности. Вот я их нарисовал. Как-то там они расположены на плотности. Поскольку слово граф, я так понимаю, что то, что вы все слышали, соответствующая терминология большинству неизвестна, поэтому я как-то буду сейчас на пальцах все объяснять. Но, смотрите, есть два случая. Первый случай. Два случая относительно того, как могут взаимно располагаться наши отрезки, которых, как мы хотим показать, не больше, чем k плюс 1. Вот давайте, смотрите, первый случай такой. Каждая точка, каждая точка... Так, вот это все надо стирать, по-моему, не нужно. Вы согласились, что так может действовать. И так вот действовать. Итак, каждая точка служит концом не более, чем двух отрезков максимальной длины. Отрезков диаметра. Отрезков диаметра. Ну, теоретически такое, в принципе, возможно. Так, понятно, что это значит вообще? Ну, то есть, по картинке это выглядит как-то так. Вот из точки x1 выходит два отрезка, из точки x2, скажем, выходит один отрезок, из точки x3 еще два, ну и так далее. То есть, каждая точка служит концом не более двух отрезков. Ну, может такое теоретически быть. Мы же не знаем, как эти отрезки располагаются. Например, так. Это как вариант. Скажите, а сколько тогда всего отрезков? Никто не знает? Не больше, чем сколько? Вот из каждой точки выходит не больше, чем два отрезка. Ну, не больше, чем k плюс 1. Почему? Давайте, давайте аккуратно это обсудим. Смотрите, давайте я совершенно аккуратно обозначу. Давайте я веду вот такие обозначения, чтобы всем было совершенно понятно. Давайте через d1 обозначим количество отрезков из x1. Количество отрезков, выходящих из x1. Через d2 обозначим количество отрезков, выходящих из x2. И так далее, через d с индексом k плюс 1 обозначим количество отрезков, выходящих из xk плюс 1. Называется степень вершины, если кто знает график. Но если кто не знает, вот просто давайте так вот обозначим. Количество отрезков с концом x1, количество отрезков с концом x2 и так далее, количество отрезков с концом xk плюс 1. Так, давайте еще введем обозначение e для количества всех отрезков. Количество всех отрезков. Я утверждаю, что если сложить величины d1, d2, d3 и так далее, dk плюс 1, то что получится? e. Нет, получится не e, а 2e. e. Почему получится 2e? Почему получится 2e? Потому что каждый конкретный отрезок мы учитываем вот в этой сумме, которая слева стоит дважды. Один раз мы его учитываем как отрезок с концом в x1, например, а другой раз как отрезок с концом в x2. Поэтому, когда мы складываем вот эти величины, мы получаем удвоенное количество отрезков. Вот поднимите руку, кто это понимает сейчас. Это круто. Отлично. Отлично. Но теперь смотрите, вы-то что предположили в рамках текущего случая? Мы предположили, что каждая точка служит концом не более двух отрезков диаметров. Что это значит в наших новых терминах? Ну, это значит, что d1 не больше двух, да? d2 не больше двух, dk плюс 1 не больше двух. Это наше предположение. Значит, в рамках нашего предположения чего не больше вся сумма? 2 умножить на k плюс 1, согласны? Вся сумма в рамках вот этого предположения, конечно, не превосходит дважды k плюс 1. То есть у нас получается, что 2e не превосходит дважды k плюс 1. Откуда очевидным образом следует, что e не превосходит k плюс 1, а e это и есть количество отрезков. То есть в рамках текущего случая мы вообще не пользовались никакой индукцией, никаким вот этим предположением мы просто автоматически доказали утверждение, которое хотим. Если жизнь сложилась так удачно, то отрезков действительно не больше, чем k плюс 1, и мы в героях. Правда? Так, друзья, какой остался второй случай? Ну, второй случай это дополнение к первому, да? Здесь говорится, что каждая точка служит концом не более двух отрезков. Тогда стало быть что такое второй случай? Есть точка, есть хотя бы одна точка, которая служит концом не менее трех отрезков, да? Ну, давайте, кстати, напишем, что есть точка, есть точка, которая служит концом, служит концом не менее трех отрезков. Ну, тоже диаметр, естественно. Все, вот есть только два случая. Либо каждая точка имеет степень не выше двойки, либо есть точка степени не меньше тройки. Согласен? Так, замечательно. Вот я нарисую эту точку, она там какая? x и t, и она служит концом не менее чем трех отрезков. Что? У нас на первом есть точно так. А, тоже такая есть, правда. Ну, дать я еще раз нарисую, жалко, что ли, уже нарисовал. Зря старался, что ли? Значит, ну, есть какая-то точка, которая служит концом не менее трех отрезков, вот некоторые три из них я нарисовал. Какие-то три из них произвольные я нарисовал. Внимание, вопрос к служителям очередной, на понимание происходящее. А картинка обязана быть такой, что они как бы все в один угол направлены? Нет. Нет или да? Вот мнения разошлись, можно, конечно, устроить голосование, но я вам скажу, на самом деле обязана. Обязана почему? Внимание, смотрите. Мы же соединяем между собой точки отрезков, если они находятся на максимальном расстоянии в рамках множества. Вот представьте себе, вот такая была бы картинка. Вот такая, да? Вот это вот максимальное расстояние внутри множества. А тут расстояние какое? Ну, оно же очевидно больше, чем вот это. Нет, но мы соединяем отрезками только те точки, которые максимально удалены внутри множества. Мы не можем... Ну, эти-то отрезки короче, чем вот это расстояние. Если мы уже так провели отрезки, значит, большего расстояния внутри множества нет. А на этой картинке вот это расстояние, очевидно, больше. Понимаете? На самом деле, можно просто сказать, что вот этот вот уголок, вот этот уголок, он чего не превосходит? Нет, этот уголок не превосходит 60 градусов. Почему 60? Потому что, если вот этот угол, вот этот угол будет больше, чем 60 градусов, тогда вот это расстояние будет больше, чем длина вот этого отрезка. А такого быть не может, понимаете? 60 градусов, оно отвечает как раз правильному треугольнику. Меньше, ну, тут еще меньше будет, это нормально. А больше 60 градусов, и все, и тут расстояние будет больше, чем длина вот этих отрезков. Но мы же здесь не проводили, правда? а мы их именно здесь проводим, вот действительно вот этот угол имеет величину не больше 60 градусов. Иначе просто это не картинка, которую мы должны были нарисовать. Значит, картинка устроена так. У нас есть точка, из нее выходят три отрезка, и они так компактненько выходят, таким маленьким веером, потому что вот этот угол не может быть больше 60 градусов. Так, теперь давайте посмотрим вот на эту точку, на серединную, так сказать, на среднюю точку. Из нее, конечно, выходит вот этот отрезочек, это понятно, он просто на весу. А может ли из нее выходить в нашей картинке еще хоть один отрезок? Вот посмотрите, вот он куда выходит. Смотрите, вот это расстояние больше, чем длина этого отрезка, опять не получается. Ну, конечно, он теоретически может пойти сюда, но тогда вот это расстояние больше. Нельзя. Ну, можно там проверить тупым перебором, что действительно из вот этой вот точки ничего больше не нарушив структуру нашего вот этого графа. Выпустить невозможно. если вы только куда-нибудь выпускаете и все, и какое-то расстояние становится больше, чем длина отрезка. А это плохо, потому что отрезок-то максимальный. Понятно? Да. Ну, дай Бог. Дай Бог. А что это значит? Это значит, что вот эта точка, давайте назовем ее Y. у Y только один отрезок с концом в Y. Есть только один отрезок с концом в Y. Смотрите, давайте удалим из нашего множества точку, которая состояла из X1 и так далее, XK плюс 1. Вот давайте из этого начального множества удалим точку Y вместе с единственным отрезком, вместе с единственным отрезком, который из нее выходит. Сделаем такую формальную операцию. Выкинем ее из нашей картинки. Что у нас останется? Нет, подождите, сколько точек у нас останется? Совершенно понятно. К, К точек, правильно? У нас было К плюс одна точка, и мы одну точку удалили. Значит, у нас осталось К точек, да? Но мы же с вами знаем, что при N равно K наше утверждение верно. Вот у нас остались К точек. Была картинка вот такая, где-то был еще X1, там еще где-то был Xn. Вот такая была картинка. И мы из нее вот этот кусок просто вырезали. У нас осталась картинка с отрезочками, с точечками, в которые ровно К точек. Согласны? Это очевидно. И мы знаем, что когда ровно К точек, утверждение-то верно, мы это уже знаем. Мы это предположили. А что означает утверждение? Оно означает, что вот этих оставшихся отрезков сколько? Не больше, чем К, да? Оставшихся отрезков не больше, чем К. Ну а значит, в исходной картинке их было сколько? Но не больше, чем К плюс один, потому что у нас только один отрезок выпал при удалении. И мы, воспользовавшись вот этим вот предположением сейчас, во втором случае утверждение тоже доказали. Мы нашли точку, которая прибежит только одному отрезку. Ясно, что удалив ее вместе со своим отрезком, мы попадаем ровно вот в эту ситуацию. То есть у нас в оставшейся графе, в оставшейся картинке не больше, чем К отрезков. Значит, в исходной картинке их правда не больше, чем К плюс один, но утверждение доказано. Продолжение следует... Продолжение следует...